Идея провести открытую тренировку по ТЭК-регби принадлежит Евгению Гончарову, заместителю директора муниципального учреждения «Олимп». В поселке Развилка в сентябре открывается секция по этому виду спорта. Идея такая, что сделать набор первых-вторых классов в школе и сделать набор экспериментальный в детском садике. То есть фишка в том, что, например, в Южной Африке уже с четырех лет они играют в регби. ТЭК-регби представляет собой разновидность классического регби с упрощенными правилами и наличием дополнительного инвентаря в виде двух ленточек на липучках, которые и называются тегами. Особенность этого вида в том, что он бесконтактный. Здесь не проводится захват, как в классическом регби. Нужно просто сорвать ленту с пояса соперника. Тем не менее, с отсутствием контакта борьба за мяч все равно ведется. Красный, защиту. Один-один. Молодец. В мероприятие приняли участие дети из Академии регби ЦСКА, профессиональные регбисты, которые провели мастер-класс для начинающих, а также все желающие, кто захотел попробовать свои силы в этом виде спорта. Мне кажется, это очень контактный вид спорта, который воспитывает в мужчине истинно мужские качества. Умение иногда перетерпеть боль, переступить через какие-то трудности, ну, игровые, можно так сказать, и жизненные. Демид Дьяченко совсем недавно занимается регби. Юный спортсмен признается, что самым трудным для него было разобраться в правилах. Чтобы остановить друг друга, это надо оторвать ленту. И у человека, у которого оторвали ленту, он должен отдать пас назад. Если он отдаст пас вперед, то команде штрафной. В секцию по тег-регби принимаются дети любой комплекции. Это настолько универсальный вид спорта, что он одинаково подойдет как мальчикам, так и девочкам. Еще, что очень важно, эта игра не требует дорогостоящей экипировки и специально оснащенных площадок. Для тренировок подходит любой школьный стадион или спортзал. В условиях пандемии дети не занимались, ни одна секция не играла, только онлайн. А сегодня наш центр спорта «Олимп» с приглашением профессионалов решили такое ноу-хау, нововведение. Тег-регби – это бесконтактное регби, то есть без борьбы. И я думаю, что мы сможем к сентябрю максимально привлечь детей. Это очень интересно и для их развития физической культуры. Во время тренировок дети смогут развить ловкость, выносливость, стать сильнее, научиться быстро и хорошо бегать. В тренировочном процессе, как отмечают профессиональные игроки, важное место занимает безопасность. Поэтому сначала учат правильно группироваться при падениях. Регби не так страшен, как думается. Этот вид спорта не травматичнее, чем бокс, самбо, рукопашный бой или футбол. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ.